Женщины на трактор! В советской истории был еще и такой вот крич. 100 тысяч подруг на трактор. В те далекие времена женщины, ставшие механизаторами, трактористами и комбайнерами, позволили увеличить число работников, занятых в сельском хозяйстве, и обеспечить резерв на случай, когда мужиков мобилизуют в армию. Женщин награждали орденами и даже именными тракторами. А вот лет 10 назад от них в тракторном деле отказались. Вот не могут они больше заниматься такой профессиональной деятельностью. Могут только парни. И эти парни из числа участников конкурса пахарей жалеют. Ах, вот бы к ним пару девчат. Это бы им послужило дополнительной мотивацией, кроме обещанного победителю приза. Это бы заставило парней мобилизоваться, лишний раз показать класс и, быть может, полихачить. Железного коня по кличке МТЗ-80 по очереди и согласно жребию укращали участники областного слета ученических производственных бригад. Его из года в год проводит Орловский государственный аграрный университет. Еще в числе организаторов департамент образования, станция юных натуралистов и ОГУ. Цель – повысить уровень знаний и дать лишний раз попрактиковаться тем, кто в скором времени будет давать родине хлеб. Всего в слете участвуют около сотни ребят от 14 до 18 лет. Эти пахори, прибывшие в село Лаврово на поля Орел-Гау соревноваться друг с другом, старшеклассники из школ, где еще учат на тракториста. Критерии, по которым их оценивали, городской житель может не понять вообще. Один из самых главных критериев или, скажем так, показателей мастерства – это формирование свального гребня. Свальный гребень по условиям конкурса формируется за 4 прохода. Значит, это самый лучший способ формирования гребня, когда он будет заодно с остальной пахотой, то есть будет слит, не будет выделяться. Значит, это, пожалуй, самое сложное. Мы не будем и далее вдаваться в детали. Скажем только, что одновременно с конкурсом пахарей в хозяйстве Стрелецкое шел конкурс среди операторов машинного доения. В штаб-квартире Орел-Гау шли конкурсы бригадиров, овощеводов, садоводов, полеводов и цветоводов. Но мы решили показать зрителю это – истинно мужскую работу, которую не делят с девчонками. Сергей Быковский, Дор Чернаускас, телеканал «Первый областной».